Интерполяционная формула Лаканова. Давайте обсудим, что это такое. Что такое интерполяция? Если вы знаете несколько точек, то довольно часто вы догадываетесь, какое значение ультру функции в других точках. Например, если вы знаете, что у вас линейная функция, и на ней известны две точки, то согласитесь, что прямая проходит к единственному образу. Давайте напишем, представьте себе, что у нас есть некоторая точка А нулевое и некоторая точка А первая. И здесь какое-то значение В нулевое и В первое. Я утверждаю, что если А нулевое не равняется А первому, то существует и единственная невертикальная прямая, которая проходит через эти две точки. Вот если бы у нас А нулевое равнялось А первому, то пришлось бы проводить вертикальную прямую. Представьте, две точки над одной, да? И это, конечно, не было бы график функции. А вот если А нулевое не равно А первому, то существует линейная функция. Так, давайте теперь возьмем более интересный пример. Если у нас есть три точки, всегда через них пройдет или не всегда прямая? Ну, во-первых, когда-то все пройдет. В принципе, возможна ситуация, когда у нас три точки лежат данные прямые. Но если чуть-чуть вот эту точку сдвинуть, то уже с прямой не спрыгнет. Очевидно, что нужно кроме прямых в таком случае брать какие-то другие. Но вот я утверждаю, что парабола обязательно найдется. То есть, если три точки не лежат на одной прямой, опять-таки, у каждой из них есть абсцисса, и у каждой из них есть ордината. ВН, ВО, ВГ, 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 ВГ. ВГ, 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 ВГ. Смотрите, что требуется? Чтобы А и Т не равнялись Ажитому, когда И не равно Жида. А В, любые числа, так вот, либо прямая, либо парабола через три точки пройдет. Парабола – это график функции второй степени. Прямая – это график функции первой степени. Ну, или нулевую, если горизонтально. Если В нулевое равно В первой. Так вот, оказывается, что такой эффект, ну, вот, когда парабола мы его еще не доказали, но тем не менее, мы сейчас докажем, такой эффект верен не только для двух точек и для трех точек. Теорема звучит так. Если есть некоторое натуральное число n, и если есть произвольный набор точек А и Т, В и Т, где И больше или равно нуля, меньше или равно n, и при этом, вот это важная вещь, А и Т не равно Ажида, когда И не равно Жида, то существует и единственный многочлен степени не больше, чем n, который проходит через эти, график которого проходит через эти точки. Многочлен, обладающий свойством, что f от Аида – это как раз и бэйда. Для любого числа и от нуля Таида, f от Аида – это как раз и бэйда. Ну и формула, которую задают этот многочлен, это и есть интерпрофессионная формула МакАджида. Так, утверждение понятно? Ну, например, если вы берете на плоскости четыре точки, то через них пройдет или прямая, или парабола, или график многочлен третьей степени. Если вы берете на плоскости, я не знаю, это пятьдесят точек, то что? То либо прямая, либо парабола, либо многочлен сорок девятой степени. Степень многочлена сорок девять или меньше. Ну да. Вот если три точки, то вторая степень или меньше. То есть, это, кстати, понятно почему. Потому что у многочлена n-ой степени n плюс один коефициент. Понимаете, да? Есть свободный член, есть первая степень, есть вторая и так далее. И вот, ну и, соответственно, степеней свободы у многочлена n-ой степени, их n плюс одна. Так, давайте сейчас доказывать инфляционную формулу. Наверное, имеет смысл сначала просто посмотреть в самый простой случай. Прямую. Ребята, я просто сейчас напишу уравнение линейной функции и напишу ровно так, как надо писать в общем случае для лагранжа. Смотрите. и у равно. Давайте сделаем так. Я сначала напишу b нулевое умножить на что-то, а потом напишу b первое умножить на что-то. И теперь давайте думать, что нам на самом деле нужно здесь. Нам здесь нужна линейная функция, которая в точке а нулевое будет равна единице, а в точке а первое равна нулю. А здесь нам нужна наоборот функция, которая в точке а первое будет равна единице, а в точке а нулевое будет равна нулю. И я знаю такую функцию. Еще раз. Линейное выражение, которое в точке а первое равно нулю. Есть такое? Что надо сделать с переменной, чтобы в точке а первая функция равняется 0. Просто из х вычесть а первую. Я здесь пишу х минус а первая. Хорошо. А теперь надо, чтобы это было не просто число, а чтобы в точке а нулевое значение равнялось бы единице. Значит, что надо сделать? Мне нужно написать такой знаменатель, что если вместо х подставляешь а нулевое, то получилось бы единице. Конечно. Конечно, а нулевое минус а первое. Так. Догадайтесь, что сюда висит. х минус а нулевое разделить на а один минус а нулевое. Абсолютно верно. х минус а нулевое разделить на а первое минус а нулевое. Так. Ну вот давайте я в рамушку его подведу. Постарайтесь себе это написать. У меня здесь чуть-чуть не хватает отдасти места, поэтому это плохо. Вы себе напишите. Хорошо. Подумайте. Что значит подумайте? Значит, надо в эту формулу вместо х подставить а нулевое. И проверить, что значение выражения будет равно b нулевое. и на тот момент. Понятно? Будем? Да, да. Будем. И надо в эту формулу потом подставить вместо х а первое, и проверить, что получится b первое. Получилось? Да. Так, теперь вопрос. А почему эта формула что-то правильное? Может можно взять какую-то другую формулу? Ребята, потому что через две точки проходит единственная прямая. Я вам написал прямую, которая проходит. Но поскольку через две точки проходит единственная прямая, то формула, которую я нефантазировал, она, собственно, является их единственной возможностью. Понятно? Ну, можно, конечно, к общему знамена приводить, можно как-то переставлять слагаемое, но не более того. Прямая через две точки проходит единственный образ. А сейчас вы сами должны догадаться. Давайте сделаем, чтобы вы сами догадались. В нулевое умножить на что-то плюс В первое умножить на что-то плюс В второе умножить на что-то. Вы посмотрите на линейный случай. Функция, которая 0 в одной точке, единица в другой. А там, на правой доске, там будут три функции. Вот смотрите, В нулевое на что надо умножить? В нулевое умножить на функцию, которая равна единице в точке А нулевое и нулю в точках А1 и А2. Молодец! А вспоминается, что нужно, чтобы это была единица в точке А нулевое. Значит, нужно делить на то же самое. Отлично. Вперёд! Вы поняли или нет? Да. Это очень похожие, конечно, выражения в три штуки, но там каждый раз идея такая. Вычитаются из Х все буквы, кроме одной. Все Ашки, кроме одной. И в знаменателе, наоборот, из той самой одной Ашки вычитаются те, кто ее хочет. Все, спасибо огромное. Вы абсолютно правы. Так, господа, давайте теперь думаем. Доказали мы теорему для трех точек или нет? Смотрите, многочлен степени не больше, чем вторая. Согласны? Просто потому, что это сумма трех многочленов второй степени. Кстати, запросто это может быть или менее многочленов. Если там при их складах, случайно коэффициент окажется равен друг другу. Теперь вопрос. Почему нет второго такого же? То есть, Даша написала любую формулу. Эта формула, очевидно, годится. Почему кто-нибудь другой не может найти какой-нибудь другой врача, степени не выше, чем второй, который вот так же проходит через эти три точки? Ответ. А потому что их разность обладала бы замечательным существом. Она равнялась бы нулю в точках А нулевое, А первое и А второе. Согласны? Вот если у вас есть две функции, которые имеют одно и то же значение в этих трех точках. Тогда их разность в этих трех точках это нуль. Может ли у параболы быть три корня? Можете параболу пересекать в трех точках? Не можно. Потому что у любого многочлена количество корней не больше, чем степень. Проще всего это объяснить по теореме безумно. Ведь если у нас есть корень, то многочлен должен делиться на х минус а нулевое, на х минус а первое и на х минус а второе, то он делится уже на многочлен третьей степени. А вот когда у вас в многочленной степени не выше второй, делится на многочлен третьей степени, что это по-человечески означает? Значит, у вас ноль. Понятно? Потому что если не ноль, то тогда была бы проблема со степенью. Многочлен ненулевой второй степени не может делиться на многочлен третьей степени. А ноль, конечно, на всю делится. Так, смотри. Все поняли? Все поняли? Отлично. Теперь давайте сделаем следующее. Во-первых, поймем, как эта формула будет выглядеть для четырех точек. Ну и, соответственно, для н точек. Во-вторых, поймем, какое это имеет отношение к нашей с вами задаче. Давайте. Ну, для н точек, пожалуйста. Я разморачиваю. Нет, вот давайте. Для n это, наверное, слишком жирно. Давайте я прошу вас написать формулу для 1 на 4 точек. Ну, я могу. Очень хорошо. Максимально красиво. Напишите формулу. Ребята, это только для того, чтобы запомнить. Это очень просто. Не-е-е-ет. Не-е-ет. Не-а-2. Не в коем случае. Надо бы читать все ваши. Значит, x минус а нулевое, конечно. Да. Да. Все. Спасибо большое. Все правильно. Все поняли, что написано? Это сумма многочленов. Это сумма многочленов. Каждый из них третьей степени, умноженный там на некое число B0, B1, B2, B3. Соответственно, и, конечно, многочлен степени не больше, чем третья. Х четверки там нигде нет. Да? И он проходит через эти четыре точки. Ну, вот она и есть. Почему такой многочлен единственный? Опять. Потому что если бы у них было два, то взяли бы разность. И у этой разности было бы четыре корни. А у многочленов третьей степени не больше, чем три корни. Так. Все? Да. Утвердили. Теперь давайте посмотрим, собственно, какое отношение эта формула имеет к задаче, которой мы занимались. Помните, у нас было некие тождества? Там что-то нули получались и так далее и так далее. Давайте сначала, наверное, имеет смысл посмотреть для случаев трех букв. Просто, чтобы много написать. Ребята, я сейчас буду специальным образом выбирать числа B0, B1 и B2. И каждый раз у меня будет получаться некоторое тождество. Вот давайте. Сначала просто возьмем в качестве чисел B просто на просто число 1. Что тогда будет? Какой многочлен в степени не больше, чем вторая проходит через точки с координатами A0, A1, A1, A2, A1. Какая формула задает такой многочлен? Функция, которая равна единице в трех заданных точках. Что это за функция? Y равна единице. Значит, мы получаем следующее тождество. 1. Это x минус A1, x минус A2, разделить на A0 минус A1, A0 минус A2. Вы помните, что в прошлый раз похожие выражения были? И здесь x минус A0, x минус A1, разделить на A2 минус A0, A2 минус A1. Так. А вы понимаете, что это не такое уж и очевидное тождество? То есть, если бы я его вам написал и сказал бы, проверьте, что это единица, наверное, вы как-то, да? А заметьте, способ доказательства тождества такой. Вы проверяете значение в трех точках. Вместе x подставляете A0, а вместе x подставляете A1 и A2. И это получается так? Нет. Отлично. Теперь, а что будет, если мы в качестве бэшки возьмем H? То есть, B и D возьмем A и D. Понимаете, что B и D? Какая функция проходит через точки с крондатором A0, A0, A1, A1 и B1, B1. Ну, извините, A0, A0, A1, A1, A1 и A2, A2. Что это называется? Что это называется? Конечно, A0. Значит, мы получаем второе должное. Здесь надо взять просто А0, а все остальное так переписано. х минус A1, x минус A2, да? Знаменатель то же самое. Все, 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 все то же самое. Вот. И дальше здесь будет A1, B, x минус A0, x минус A2, да? Здесь будет A1 минус A0, A1 минус A2. Наверное, вы понимаете, что я через несколько вот этих упражнений буду уже писать общую формулу, и она как раз и будет тем, что нам нужно. А второе минус A0 и A2 минус A1. Отлично. Так, а если я вместо B-шек возьму не A0, а A0 в квадрате, A1 в квадрате и A2 в квадрате, что тогда будет? Какой будет нагорчанной степени, не больше, чем второе? Можете догадаться? Что будет, если я здесь не пишу квадрат? Ну, давайте я выберу, я пишу квадрат. Какая функция проходит через такие точки? Через точку A0, A0 в квадрате, A1, A1 в квадрате и A2, A2 в квадрате. x квадрат, конечно. Поэтому здесь будет просто-напросто x квадрат. Поняли? Поняли. Теперь возвращаемся к вот этой задаче. Только, извините, переписывать это несколько раз я уж точно не буду. Я даже капитан немножко смухлевал. Сначала написал формулу, потом эти квадраты проставил. А здесь я сделаю следующее. Я вот здесь вместо B0 напишу A0 в степени S. Здесь, соответственно, A1 в степени S, A2 в степени S и A3 в степени S. И пусть S это будет число не слишком большое. То есть, вот здесь можно было писать до двойки, потому что дальше не понятно. у нас разрешены только на второй степени или ниже. Соответственно, здесь у нас S не больше, чем 3. Понятно, да? И теперь вопрос. Вот это все? Это на самом деле что? Как это сказать коротко? Что это за функция такая? Вот здесь такая большая-большая-большая сумма. И чему же она равна на самом-то деле? Если все скобки раскрыть, в общем, дать её привести, всё посокращается и так далее, и так далее. Что у нас получится? Какая функция проходит через точки вида A и T в степени S? Конечно. Конечно, X в степени S. Это разрешенный у нас многочлен, потому что S не слишком большое. Понятно? Всё. Ребята, мы получили очень симпатичное творчество. Даже на самом-деле 4 штуки. У нас S – это любое число от нуля до трёх. Все поняли? Все поняли? Вопрос. А какое отношение это имеет к нашей задаче про число сочетание? Второе. Какое отношение это имеет к нашей задаче про число сочетание? Ответ. Господа, а давайте мы вспомним, что было, когда мы занимались с числами сочетаниями. Вообще-то числителя этого не было. Там просто было A в степени S делить на вот это. Плюс A в степени S делить на это. Помните? Замечательно. А что такое, когда вместо числителя пишем единицу? Как это сказать непонятным образом? Это мы смотрим коэффициент при X в кубе. Чему равен коэффициент при X в кубе в этом слагаем? Ну просто-напросто равен вот этого делить на это. Это же числа. А X, X, X – это как раз X в кубе. Да? А коэффициент при X в кубе в этом слагаем? Это есть вот это делить на это. Замечательно. А теперь вопрос. А чему равен коэффициент при X в кубе в этом многочленении? Ну, если S равно 3, то единица. Если S меньше 3, то 0. Поняли? Все. Значит, если S меньше, чем 3, то эти все выражения 0. Если S равно 3, то это единица. Единственное, таким образом, непонятно, как получать, когда S равно 4 или S равно 5. Но, знаете, ну и не надо. Не получается, не получается. То есть этот способ работает, когда S не больше, чем 3 для 4 точек. Ну, соответственно, не больше, чем N, когда у нас N 500 точек. Так получается с интерполяционной формулой Лаканжи. Поймите, ребята, почему это замечательная штука? Потому что у нас задача вот этого тождества с числом сочетаний получается просто как частный случай, как некое замечание по поводу очень важной формулы. То есть интерполяционная формула Лаканжи во много раз интереснее, чем какое-то там тождество, которое мы доказывали.